по инерции поэтому всем женщинам я хочу сейчас посвятить следующую песню такой сексуальный образ его тоже не было еще в точь-в-точь вот может быть будет еще в новом сезоне короче говоря специально для вас штаны подтяну и иногда пропадает в ухе вот короче специально для вас вот а а а а а и 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Спасибо большое. Знаете, я действительно обожаю встречаться со зрителями, мне это очень приятно. И приятно, когда узнают на улице. Это здорово совершенно. Потому что я всегда говорю, знаете, вот, когда меня спрашивают, как вы относитесь к тому, что, ну, что-то там подбраться, что-то говорит, это же счастье, это радость. Ты приходишь в каждый дом через телевизор. Это замечательно. Понимаете, я не вижу хмурых лиц, все улыбаются. Это прекрасно. Я вот сейчас летел в Израиле на самолете, на мегастроле. И взлетел мы, когда я сижу в кресле, она дома и женщина стоит в проходе. Она встала и летит в проходе просто, просто летит в проходе. Так кресло еще приобняла мое, так, и смотрит на меня. И так летит. Ну, не могу же я ей запрещать стоять в проходе. Но в конце концерта я у нее спросил, я говорю, что? Она говорит, вы Гаркин? Ну, я говорю, да. Ну, гениальный ответ. Врешь! Или мы тут, значит, с Басковой гуляли по городу во время гастролей. Гуляем, значит, и мужик какой-то увидел Баскова и узнал, говорит, «Коля, Басков! Да, 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 да! Ну, офига! Коля, можно с вами сфотаться? Можно, да? Басков, можно сфотаться? Ой, здорово, здорово! И меня фотоаппаратом отвечает, «Парень, парень, смотри меня с Баскова!» Ну, я не реагирую, что я буду еще. «Парень, смотри, 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 парень, ну, галки, паски, смотри, меня сказал!» Или я хотел по карману паром как-то, ну, гулял. И с утра пораньше у меня был концерт, значит, и вечером я гулял, пока никого нет. И в переулке в каком-то ходит мужик. Ну, я случайно встретил, значит, ходит мужик с собакой с фронтой. Я говорю, «Арнольд, по-моему, свалять в бульдога, не помню». Он говорит, «У меня убил». О, Галкин! Галкин! Ой, Галкин! Арнольд! Галкин! Что же, говорит, мы с вами будем делать, Галкин? Я говорю, «В смысле?» «Ну, Максим, здесь же нет никому!» Я говорю, «И че?» «Ну?» «А я хотел сфотографироваться с вами». Я говорю, «Ну, давайте сфотографируемся». «Ну, вы понимаете, Максим, у меня такой телефон, он старый модель, старый, мы не можем. Там нет передней камеры, мы не можем. А так у меня пальцы не дотягнут». Я говорю, «Ну, вы понимаете, о чем я?» «Нет, пока не понимаю, о чем я». «Ну, Арнольд же не может нас сфотографировать?» Я говорю, «Ну, наверное, я не знаю вашего Арнольда». «Коли, Арнольд, она сфотографирует?» «Я же не знаю возможности вашего Арнольда». «Может у нас вот эти...» «Что вы хотите?» «Можно, говорит, я вас с Арнольдом сфотографирую». «Это был первый весь раз, когда я котался с собакой, понимаете?» «Я говорю, она меня не укусит. «Ну, что вы, одной из вас так любит игрок?» «Ну, вы знаете?» «Страшное дело». «Вообще, с животными отдельная песня». «Значит, мы как-то жили в Израиле, когда с Аллы отдыхали, в Кесарии снимали дом». «И как-то в мае месяце стали доставать коты ночью. Почему-то в мае месяце у них начался период, как какие-то специальные израильские коты, я не знаю». «Всю ночь...» «Просто какие-то арабо-израильские переговоры, честно говоря». «А окна открыты, потому что жарко». «Я говорю, Алла, я сейчас все налажу, я парадист или нет». «В общем, врач, я поднялся на второй этаж для большего эффекта, открыл окно. И когда очередные годы начали даться...» «Я сверху...» «И тишина». «Вот она, сила искусства». «Понимаете?» «И через 10 секунд все собаки Кесарии стали не отвечать». «Стало еще хуже». «Но любимая моя история про животных, это история про орангутанку из берлинского зоопарка. Я обожаю берлинский зоопарк, когда я на гастролях там всегда прихожу в этот зоопарк, и там есть...» «Обязательно сходите, кто не был, если будете в Берлине...» «Там, значит, есть закрытый павильон с обезьянами, и в первом же таком, значит, законнике, в первой же клетке, за стеклом живет орангутанк. Огромный старый аргутант волосатый...» «Он всегда сидит спиной к зрителям к этому стеклу, вот так он сидит, и я встал, смотрю на него. И он через каждые 2 минуты...» «Вот тут зритель стоят, значит...» «Он через каждые 2 минуты делал так...» Я наблюдал за этим где-то в течение часа, как часы, каждые две минуты и один и тот же жест, и я решил одно и то же поведение. Я решил, что это нервный тик просто. Он нас не видит, на нас не смотрит, просто у него нервный тик. Я решил это проверить, когда все ушли, я остался один у этой клетки, я специально зашел чуть дальше, чтобы когда он повернется, он меня сразу не увидел. Я говорю, что вы думаете? Нервный тик, ага. Так что я тебе вспоминаю, что это ворога-данга, да? Замечательная история. Ну вот так вот собираешь разную историю, это очень характерно, понимаете, потому что с кем как не со зрителем этим поделиться, какими-то смешными наблюдениями. Когда ты выступаешь, допустим, на корпоративе большой компании, там уже не поделишься, все едят, отвлекаются, тут надо уже как-то другие, другие средства, значит, притяжение внимания использовать, понимаете? Ну, сейчас кризиса, сейчас этого меньше, и вообще, видите, я ношусь, везде зарабатываю, работаю, ну, семья большая, у меня дом большой, дети, жена дорогая на пенсии. Вот, понимаете? Я говорю, Алла, иди пой, что ты сидишь дома, иди пой. Нет, я ее очень люблю, но, знаете, тоже ей мается. Пусть и поем, понимаете? Одно дело я вышел на сцену, другое дело Пугачева, и совсем другие тюки-матюки, понимаете? Она как-то выступала на каком-то корпоративе, и не взять какие-то что-то, праздновали, все, она поет, все радостные, все, и где-то ближе к концу выступления как-то мужик стал ходить вдоль сцены, и ей показывают, ну, понят, что подвыкал, показывает. Она решила, что кто-то от организаторов просит сократиться, и спела на две песни меньше. Оказалось, мужик под шофе просил исполнить старенные часы. Я вообще коллекционирую веселые истории на праздниках, ага. Это знаете, как Харламов с Батрудиновым из Камени Клама, они как-то выступали на частном дне рождения, на Рублевке. И, ну, естественно, слушайте, они какую-то сценку показывали, их никто не слушал, потому что, ну, это невозможно. Драматические сценки показывают, даже очень веселые, с толстой и длинной. Все там, передайте оливье, дайте соль, вот это все, давайте выпьем за Олей, ну, вот это все. Оля-то сама довольна, она в конце сидит, там что-то беснуется, ну, точка на горизонте. А эти еще нагадались, сценку изобразили допрос в партизанах, как пишет ТВ Рублевне. и вдруг они уже что делать уже в пути лица деньги заплачены надо писать и тут середина от середины стала отделяется женщина сарафане такая идет медленно значит она идет к этому она дошла до них значит взяла микрофон с динамика было много взяла микрофон с динамика и когда в очередной раз подруги нас сказал я ничего не скажу она взяла микрофон и тогда скажу я и конечно артисты подстраиваются дайте выступает так чтобы еще раз пригласили знаете вот как я вам сейчас покажу например как филипп киргоров филипп киргоров там может выступить там на день рождение богатого хозяина азербайджанского рынка ну какой-нибудь эрик сапезианов да это отдельное искусство это сложно это не было это не просто так самое смешное столько же было сидит и пьеха я ее обожаю детстве славно она вообще чудит она как-то выступал в концертном зале значит вот вы зал ее объявили полет народной артистской сэр эдита пьеха и она пошла ну началась на песне там я все вам же на сцену как опять платить и балки ну богатый человек не строил и рождение своей маме маме уже был этом моменту 75 лет такая очень дружная еврейская семья и они значит он устроил все для мамы за для мамы на рублевке на лужайке перед своим дворцом значит все накрыли столы и за одним из столов сидели такая подобралась звездная компания кроме вашего похода услуги за словом сидели галина борисовна волчек олег табаков гав со строго вышивы с державина значит жванецкий хазанов ну просто цветник у всех всех засовок в карман не лезут это как я ширину один снял александр антоничу ширина объяснял так ехать к нам домой в деревню что он в гости к нам поехал другая история сейчас расскажу про них очень извините аркутся вы можете клавиши шоу вы же не устали я надеюсь нет а а значит и я-то под бельдонем значит ширину объясняю как ехать это александр анатольевич может я вашего водителя нет давай мне он не сняли ну хорошо наша сварить есть по рублевке едут рублевке поворачивайте после по Сланина праву поворачиваю после поСтар algún право игр noticed a maskwee над москвой рекой про над москвой разакре вы через алленный город через небось набор и выезжаете поляна не выезжаю в поля едите так дороги пить я к агре пить от этого года угланд с у справа кладбище и вот мимо кладбище а все таки画 В общем, зайдем к столу, все в карман не лезли, и начинается концерт для мамы вот этого бизнесмена. Там такая импровизированная сцена на крыльце, все. Он пригласил любимых артистов мамы, Олега Анофри и Никиту Пьеху. Первым пошел Анофри, «Нам дворцов заманчивые своды, не заменят никогда свободы!» Прямо на фоне дворца. Спел Анофри. И, значит, следующая пошла Пьеха. А Пьеха фантастически выглядит действительно и в жизни, и на сцене, и все. И она, как всегда, у нее выглядят вот здесь эти удельки, вот эти очки «Челепашка-ниндзя», вот эта «Ночтушка отороченная мехом», какая-то «Роза большей головы». И все она с этим польским акцентом. Слушайте, второй век она поет в России, все с польским акцентом. Уже поляки забыли этот акцент. У меня еще такая манира, она так поет и так говорит, как будто она что-то еще знает и что-то видела, что мы не видели, понимаете? Пусть она все еще там. Ну вот, волчек видит, как вылет пьеха, у него аж стилка падает, и она делает Гафту, «Аля, Валя, Валя, как ты думаешь, что она ест, что она так выглядит?» Ну а сгуду я знаю, ну у Гафта всегда хорошее настроение, а сгуду я знаю, что она ест, может она пьет. Когда человек пьет, он некоторое время очень хорошо выглядит. Главное поймать этот момент и показаться на людей, а потом уйти, пока не учлось. Она табакова, «Олешик, Олешик, как ты думаешь, сколько ей лет, что она так выглядит?» «Ну Галь, ну откуда я знаю, сколько ей лет?» «Ну она наше всего возраста, и потом что-то расстраиваешься, может это не она хорошо выглядит, да мы плохо видим, а?» «Сейчас она поближе погребет, мы ее рассмотрим!» Она к Жванесу говорит, «Миша, Миша, как ты думаешь, что она ест?» «Ну Галь, ну дай спокойно поесть!» «Ну да, принесли горячее!» «Что есть Пьеха? Откуда я знаю, что она ест?» «Какая разница?» «Ну выглядит она так!» «Я родился, она уже так выглядит!» «Она все время поет, где ей нужно поесть, у нее там микрофон встроит!» «Ну вот тут Пьеха суть додела, значит, уже с другой песней там...» «Ты там бетонико дал, но ты туда, ты туда, ты туда, ты туда, ты туда, ты туда» «Уже ближе, подождаю, я объяснила, что она ей вблизи хорошо выглядит!» «Калин уже унимается, говорит, замкафка, «Вай, вай, ну к ней узнает, что она живет!» «Блогула!» «И тут Пьеха решила сказать тост!» «Дорогая Анна Моисеевна!» «Ну, обратись к нему, видите, дорогая Анна Моисеевна! «Сегодня такой замечательный день! Мы вас так любим! Мы такой хороший человек! Он думал, как...» «Наврала!» «Вот...» «И говорит...» «Как раз поворачиваясь к этому столу, смотря на них, на всех присутствующих, на которых я сказал, говорит...» «Анна Моисеевна! Посмотрите, сколько у вас друзей!» «К сожалению, я здесь никого не знаю!» И Гав Паврач с толчкой говорит, может она и ест хорошую, но уже ни хрена не помнит. Я еще, знаете, я обожаю, конечно, приезжать в Америку, потому что тут, ну какие-то... Какое-то другое отношение к артистам, в принципе, ну, есть какие-то залы, появляются новые, что-то строится, знаете, вы, там, в Нью-Йорке, в Линкольн-Центре, он сейчас уже обновляется, какой-то, как этот движок есть в культуре, какие-то спектакли, новые, открываются театры, в общем, что-то есть. У нас только строится, только строится новое стадион для футболистов, которые чертать не забывают, но они все, как строят, 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 строят. Знаете, дворец культуры, ну, уже он в таком состоянии, ветхом, понимаете, там уже, ну, еще Сталин хотел отремонтировать, не успел. Я смотрю на этот герб Советского Союза на потолке Лепнина, и все им кажется, что какая-то союзная республика накроет кого-то из зрителей. Слажда, дело. И там, понимаете, гримерка, в гримерке туалет, звездный, так сказать, туалет, для звезды приезжающих, вы бы видели этот сортир, понимаете? Ну, то, что там все стены ржавые, страшные, какие-то потеки, все это ладно, окно во всю стену, ну, это оно начинается от колена, благо первый этаж, понимаете, о чем они думали? Когда это окно делали, вы не знали, что будет туалет, ну, что-то такое окно построено, зато все краска замазана белая, непорядка, как принято. Но в этом туалете не было воды, вообще, ни в бачке, ни в унитазе, понимаете, вообще не было воды. 21 век, 2016 года, они мне поставили ведро и ковшик, вы можете? Причем ковшик маленький, это очень быстро приходилось, значит, работать, чтобы наладить процесс. Вы знаете, вот мне говорят, как ты можешь про туалеты рассказывать, я могу, потому что я считаю, вот, туалет это лицо общества, вот, какие общественные туалеты, это такая страна. Вот, по туалету можно это определить, да? Мы гордимся тем, что мы провели олимпиаду, что будем проводить чемпионат мира по футболу, ну, и что? Какая-нибудь Зимбабве тоже может провести зимнюю олимпиаду, продай половину себя, снова, но провести, понимаете? Это не показательно, это вот общественный туалет, мы, конечно, лидеры, понимаете, такого нет, ну, поятных некоторых союзных республиках осталось, но вот такого количества вот этих деревянных халапут с дыркой в полу, вот это, 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 вот это. там переезды уфа магнитогорск краснодар-байкок едешь на машине 300 400 километров ну надо же куда-то выйти на обочину нельзя на заминированные четыре на советскими поколениями а если северные регионы так вот так вечный мерзлоте а там на газетах можно узнать когда это произошло поэтому у него ли ты идешь в этот сортир на эту бензозаправку причем даже если это ночью и слепой ты найду характерный весь в глазах заходишь в этот полет вот так боишься а воздух испачкаться как террорактин ноги широко ставить наши ноги промахи а сделок нельзя просто некоторые используют они удивляются на страны спортсмены как это наши на олимпиаде наши дух слизки делали это мой мощный колчок как-то у нас эти мышцы с детства детский сад, школа, дядя лагерь, картошка вот так значит стоишь но это-то ладно, что ты так стоишь самое поганное, что надо все время держать дверь потому что она в закрытом состоянии не находится шпингалет украли еще до стройки все строение наклонено вперед и она постоянно пытается показать тебя милу а так как под прихоти строителей все эти халавуты смотрят крыльцом на трассе ну вот пароходы, привет, мальчишки а женщинам еще тяжелее им же приходится держать в зубах сумку